Сегодня 13 ноября, в Библии, в книге «Притч», в 13 главе, во втором стихе написано так, что «Надежда, долго не сбывающаяся, томить сердце, а сбывшееся желание, как древо жизни». «Надежда, долго не сбывающаяся, томить сердце, а сбывшееся желание, как древо жизни». Я работал в компании, в первой своей сетевой компании, 10 лет, с 13 июня по 24 августа, с 13 июня 1996 года по 24 августа 2006 года, ровно 10 лет. И за эти 10 лет, нигде больше, никогда, ни в каком бизнесе, ни на какой работе, ни работе, я кормился только этим делом и все время мечтал о самых высоких ступеньках карьерной лестницы. Я мечтал попасть в президентскую команду. Все еженедельники, как учили, у меня были исписаны «Я президент, я член президентской команды». Потолок, стены были обвешаны красочными плакатами, альбомы разнообразные, мечты. И в основе всех мечт, которые были зафиксированы на бумаге и на других носителях, всегда было, что «Я член президентской команды». Это была моя мечта, надежда моя была, которая так и не сбылась. Я не только не стал членом президентской команды, я не стал членом миллионерской команды, да и вообще, короче, никак не стал. 10 лет очень сильно томило сердце мне это. В сердце дух человека. Духовная суть человека находится в сердце. И если говорится, что все томить сердце, то значит, дух мой был угнетен, он был в томлении, я страдал, я мучился. А особенно, если ты чисто любивый, амбициозный человек, если ты видишь истории и примеры других, пусть их даже и немного, то все равно ты страдаешь. Как я мучился после мероприятий, когда я приезжал на какое-то большое, грандиозное мероприятие, где выступали члены президентской команды. Много успешные, веселые, богатые, счастливые люди рассказывали свои кровавые истории, как они были никем, потом поднялись. И такое двойственное ощущение, такое чувство необыкновенное. С одной стороны, я понимал, что они такие же, как я, но с другой стороны, я страдал от того, что они сделали, а нет. Я не могу. И чем дальше двигалось, тем больше я понимал, что у меня ничего не получится. Поезд мой ушел. Может быть, я слабый, может быть, это не для меня этот бизнес. Может быть, я включился в бизнес, когда он был, экспансия завершилась, и места были разобраны. Короче говоря, я не прорвался там. И я очень хорошо знаю, что такое томление сердца, угнетенный дух от несбывшейся надежды. Очень хорошо знаю. Поэтому я бы мог дать такую рекомендацию. Потом я получил другую возможность. У меня сегодня есть и другой опыт, когда я быстро начал двигаться по карьере. Следующая моя команда дала мне возможность забрать все призы, все, какие только возможно было получить статусы. Я быстро, 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 быстро получал. И я теперь могу сравнить. И сейчас у меня есть движение, я уже прошел. Раз, два, три. На четвертой ступеньке карьерной лестницы уже за четыре с небольшим месяцем я прошел. Поэтому я знаю, что такое радость, что такое сбывшееся желание, что такое древо жизни. Потому что сбывшееся желание дает такой приток сил, такие соки идут по твоему древу жизни. Такой рост, такой подъем, такое вдохновение, такая энергия. Такое самоощущение удовлетворенности, что ни с чем с другим его не сравнить. Сбывшееся желание. Что я порекомендую? Я делал большую ошибку, замахиваясь сразу на президентство. Надо ставить, иметь в виду большую надежду, большую цель. Но впереди должны быть конкретные маленькие цели. Совсем маленькие, малюсенькие. Сегодня, сегодня, за сегодняшний день я должен поговорить с двумя, с тремя, сколько я ставлю себе цель. Это мое желание, поговорить с тремя людьми и рассказать о своем бизнесе. Как я это сделаю, не имеет значения. Главное, чтобы эти люди узнали во мне. Лучше, чтобы это было профессионально, лучше, чтобы это было кратко, лучше, чтобы это было интригующе, энергично, эмоционально. Чтобы они ощутили мое радостное ощущение от этого бизнеса. Чтобы они заразились моей энергией, моим энтузиазмом, моим желанием помочь им. Чтобы они видели, что в этом что-то есть. Вот конкретная цель. Если вы это сделаете сегодня, поверьте мне, завтра вы проснетесь с ощущением приятным. У вас будет ощущение, пусть маленькое желание, но оно сбылось. И ваше древо жизни будет наполняться соками. А в следующий день опять, два, три, четыре, сколько вы ставите себе цель. А в следующий раз опять конкретные люди. Конкретный Сергей, конкретная Маша, конкретный Василий Иванович. Конкретные люди, которые узнают о вас, о вашем бизнесе. Вот в чем фишка. И тогда вы быстро придете, вы быстро придете к своей цели. Компании дубли, это нужно первых трех человек. Срочно, как можно быстрее, чтобы перейти на следующую ступень. Вы должны привлечь. И вот ваша главная цель. Три, три. Как только вы достигли этой ступеньки, еще два, пять в течение месяца. И за пятерку восемьсот долларов сверху. Ну таков маркетинг план. Те, кто не понимает, не знает, это уже не имеет значения. У нас в компании дубли такой маркетинг план. Да, первые пять человек, которые ты привлекаешь в течение календарного месяца, помимо маркетинговых выплат, восемьсот долларов бонус. Бонус. За то, что они делают такое, ты делал такой оборот. Вот и все. Вывод. Пусть сбывается желание каждый день. Пусть реализуется маленькая цель, но каждый день. Пусть ты двигаешься маленькими шажочками, но каждый день. Пусть твои желания, твои цели, твои мечты сбываются, но каждый день. И незаметно придешь на следующую ступень карьерной лестницы к новым чекам, к новым деньгам, к новым результатам. Вот так вот. Действуйте. Пусть будет маленькая, но реализованная мечта. Цель каждый божий день. Удачи вам. Действуйте. Продолжение следует.